МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Забычание для меня – это моя работа, это жители Забычания, это мои мечты. Тут и воздух легче, и речка чище, и все родное. Хорошее место, церковь, озеро, красиво. Смотрите кругом, вся зелень на виду. КОНЕЦ Забычание известно с 1511 года. Храм строился 4 года, с 1893 по 1897 год. Архитектор был приглашен из Петербурга по фамилии Зимберг. Отец Виктор Барташевич был последним священнослужителем. Его вместе с семьей ночью забрали, увезли в известном направлении. Ну, а здание отошло под колхоз, как зерносклад. Потом даже некоторое время у него хранили удобрения. Ну, и во время войны здание тоже было пострадало, в какой-то степени. Потому что, отступая, фашисты оставили своих снайперов на колокольне, которые мешали наступлению наших войск. И поэтому здесь была перестрелка. В общем, храм много чего пережил. Но сейчас вот общими силами постепенно здание возвращаем к жизни. Вы знаете, ну, конечно же, немаловажно спасти сам памятник старины, чтобы он служил еще и в дальнейшем века для людей. Ну, и как духовный очаг. Многие живут, думая о холодильнике, о питании, об одеждах. Но если человек не имеет духовного питания, то он уже потом делается не совсем человек. Поэтому без души, без духа одна плоть существовать не может. Субтитры создавал DimaTorzok Человек имеет в себе два начала. Божественное, человеческое. Господь дает человеку душу. Родители по своей любви дают тело. И вот дай Бог, чтобы люди, как и не только здесь, вообще везде, имели бы и духовное здравие, и физическое. Поэтому я думаю, что этот духовный очаг вдохнет, может быть, новую жизнь в это село. Чтобы оно тоже было таким, каким оно и было столетия тому назад. Здравствуйте, дети! Как дела? Нормально. Здравствуйте, дети! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот это колодец Для каждого человека, который родился в деревне, деревня это святое И мне кажется, вообще жизнь только в деревне Как можно в городе жить для тех, кто родился в деревне? Некоторое время жили в Питере с супругой и вернулись обратно Зачем? Тянет на родину Не может быть Может, что-то не может Ну, Санкт-Петербург это же... Ну, красивый город, конечно, архитектура красивая и сам город А красивейшем в Забычане родном нету нигде Что в нем такого красивого? Ну, душа лежит в Забычане Как в этом году? Урожай хороший? Нормальный Все росло, росло Ну, хоть и жарко было А, дожди, холодно Да какое жарко? Жарко уже у тебя перестало Ну, выросла же И картошка нормальная Сегодня будем копать Субтитры делал DimaTorzok Ну, белорусские драники будем делать Будет что? Покушать И закусить Кто хочет, тот работает Да, кто не лянится, конечно Вот, бабушка Вот, вот, мы видим, что вы точно не ленитесь Пока мы тут разговариваем Это бабушка от земли Трудолюбивая Сколько же вам лет, что вы так работаете? За корзинку и вперед Восемьдесят четвертый год Я с 34-го года Мария Петровна, так может, уже и не надо работать? А не, надо когда-нибудь и работать Развиваться надо А как-то так Сидеть Вот так вот А что же мне принесить крошку воды Хлеба Что вы пожелаете людям, которые живут забычайно? Не падать духом, трудиться И быть счастливыми А как быть счастливым? Через труд Только труд облагораживает человека Даже внук уже пятилетний И тот помогает Собирать картошку Все надраники работают Ну и надраники Ну и естественное хозяйство кормим А от хозяйства мясо Сало И удовольствие Наблюдать за тем Как они все растут Вот вкусно же им чавкают Так вкусно, да? Ну, горбузики они любят Я люблю землю За что? Не знаю Я просто люблю землю Я люблю растения Они ухаживают за ними Люблю, когда есть результат своего труда Вот можете посмотреть на помидоры Идемте, посмотрим Ну, приятно посмотреть, правда? А вы выросли на земле? Да, я сама с деревни С мужем познакомилась в городе Ну, вернулись в деревню Поскольку я, да Наверное, вот что-то от рождения это дано Что вернуться к истокам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ничего не делайте. Уже привыкли просто к труду. Хозяйство у вас большое? Да. Работаете? Конечно. Это принуждение или желание? Ну, это желание помогать родителям. Им тяжело приходить, помогать. А что для вас за бычание? Что для вас родная деревня? Ну, здесь все родное. Приезжаешь, просто видишь, каждый уколог свой знаешь. Ну, здесь все твои старые друзья, которые действительно для тебя что-то знают, родные, все любимые. Что бы ты пожелал маме, папе, сестрам и всем, кто живет в твоей деревне? Добра и здоровья. Ну, и тебе того же. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok